А мы приехали в больницу на плановый прием. Да, Соньку, чтобы послушали. София. Дело, Санечка. Да? Ну, побежать. Какая красота. Инанас. Мы едем в больницу уже. Посмотрели, все хорошо у нас. Пончик сидит. Едем. Едем домой. Дома мы уже... Соньку уложила спать. Делала себе сейчас кофе. Сейчас хочу посидеть, попить спокойно кофе и продолжать заниматься делами. Еще хочу сегодня помыть зеркала везде. Вот. Это тоже займет прилично времени. И, в принципе, все, наверное. Еще мне надо разобрать кучу стирки. На балконе, потому что я вчера целый день стирала, мне надо все теперь это разобрать, перегладить. А так, сегодня день такой должен быть на релаксе. Ничего делать не хочу. Полный холодильник еды. Может быть, сходим с Сонькой погуляем немножко. Надо купить хлеба. Или уже Димку подождем. В общем, посмотрим. Пока хочется так вот... Вчера я так как бегала, как заведенная. Сегодня немножко хочется отдохнуть. Вот. Сонька пока спит. Я понаслаждаюсь тишиной. Мы с Пончиком собираемся идти погулять, да? Платье одели. Соня в платье, мама в платье. Идем. Немножко прогуляемся. Сходим, купим хлебушка. Да, София? Вот такая крошка. Крошка картошки. Мы ее все пончиком да пончиком называем. А она-то совсем не пончик. Сказали, у нас маленькая худышка. И прикорм начинать с каши. А мама наготовила кучу кабачков. Да, Сонь? Ну какие, скажи, каши? Мы с кабачка-то начнем. Посмотрим, взвесимся. Что-то мне кажется, что она маловато набирает. Ну, в следующей неделе сходим в нашу поликлинику, в которой мы взвешиваемся постоянно. Просто они взвешивают в одном. В одних там не в граммах, а вот в другом, короче. Не в унциях, не в унциях. Ну, в общем, короче, потом они на компьютере переводят. А в три месяца они вообще написали не наш вес. В общем, короче, там такие специалисты, что, возможно, все нормально. И уже нам на следующей неделе уже пять месяцев. Поэтому уже будем где-то в пять, пять с половиной водить прикорм. В общем, побежали мы на улицу гулять. Мы уже пришли домой. На улице стало так немножко, вы знаете, попрохладнее. По ощущениям, что правда осень. Прям чувствуется. Я быстренько разогреваю себе обед. У меня будет такая картошка с колбасками. Супер неполезно, но супер вкусно. Быстро поем. И помидорчики повезла себе. Салат не хочу. С помидором хочется. Вот. Хотела вам показать... А, еще хотела спросить мамочки, которые кормят грудью. Которые откормили не так давно. В общем, кто в курсе? Может быть такое, что... Из-за того, что я пью мало воды и не очень хорошо и много сейчас ем, пропадает молоко. Оно как бы есть, но такое ощущение, как будто вот его не хватает. Не так, как раньше. Либо уже лактация установилась, и так и должно быть, что она вот... Слышно, как картошка жарится. А там машинка у меня стирает тоже громко очень. В общем, такое ощущение, что молока становится меньше. Что делать? Или это нормально? Или как? Вообще, расскажите, как у вас было. Мне очень интересно. Потому что на смесь переходить я не хочу. Вот я хочу посмотреть, сколько Соня набрала. Мы пойдем в следующей неделе взвесимся. Ну, как бы, при корме понятно, что мы будем уже обводить. Я боюсь, что молоко совсем пропадет. Так, я еще вам хотела показать вот такое вот мыло. Сарма против пятен. Оно стоит 35 рублей, девочки. Это просто чудо-средство. Я его... Я не знаю уже, которую покупаю. Мне оно очень... Оно отстирывает практически все. Только единственное, что вот если выпачкали, быстренько затерли, то она полежала 10-15 минут. Да, тоже на 10-15 минут смыть теплой водой. Очень крутая штука. Мне она очень нравится. Но, правда, она быстро мне расходуется, потому что я вот все пятна им замыливаю. Так что буду кушать. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вот такой вот обед у меня получился. Картошка с колбасками и с помидорчиками. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. На самом деле, почему-то на камере кажется, что такая порция приличная. А на самом деле, не так уж и много. В общем, всем приятного аппетита. У меня осталось немного слив. Поэтому я решила приготовить опять сливовый пирог. Ну вот, надо использовать. Видите, какая красота. Будет нам на вечер будем чай пить. Ставлю в духовку. Не знаю, мне очень нравится. Очень быстро, очень просто, очень вкусно. У нас все вот любят, все хорошо идут. Со сливами получается еще вкуснее. Вкуснее даже, чем с яблоками. Либо с кислых яблок. Ну, так как рецепт шарлотки, а вы уже, наверное, уже все знаете. Только вместо яблоки я вложу сливы. Вот. Да, оно такое кисло-сладкое получается. И сахара я немножко меньше, чем по рецепту добавляю. Поэтому сюда надо посуду расставить. София, моя капризулька маленькая. И надо у меня кучу вещей постиралось. Надо все это дело пойти развесить. Сонькины носочки. Сонькины носочки отдельно попали. Так что буду заниматься. Буду вещи развешивать. Достаем пирог. Возьму свои супер-прихватки. Я их обожаю. Так. Опа. Та-дам. Что у нас тут? Какая красота. А пахнет лишними калориями. Но очень вкусно. Это сейчас как раз остынет. Сейчас 15 минут четвертого. Калориямка придет в садик. Можно будет пить чай. Так что, девочки, кто еще не готовил такой пирог, всем советую. Вы останетесь в восторге. А я сейчас, если мне, конечно, моя помощница даст, хочу протереть зеркала. Ну, нет, наверное, кто-то мне не даст. Эй, крошка. Эй, привет. Привет. Моя крохотулька. Расстелила диван, чтобы ей было места побольше. Чтобы не на полу лежать. Да. Надела новый бодик. Там пришла посылка Carters. Большая посылка. И не помню, я говорила, а мне говорила. У нас там 50 оттенков розового. Вообще, это кошмар какой-то. Я просто помешалась на розовом. Я розовый цвет вообще терпеть не могла. Сейчас-то мой любимый цвет. Причем я бы и сама его носила, и Соню я в него одеваю. Это бодик. Такой вот на 9 месяцев. И он нам как раз, вы представляете, чуть-чуть великоват. А я думала, оставлю, оставлю на попозже. Надо доставать. Штанишки великоваты. На 9 месяцев длинноваты. А бодики вообще красные. Я вообще Carters люблю всем своим сердцем. Я его обожаю. Я одевала Димку в Carters долго. Очень я покупала ему бодики. Наверное, до 2 лет. Это очень удобно. И вот сейчас Соньку тоже. Carters. Они хорошо тянутся. Штанишки потом можно будет носить, как лосины дома. Ну, в общем, вообще красота. И у меня еще я заказываю сейчас сайт Happy Wear. Но я заказываю через посредника, через девочку. Она, соседка моя. Вот. Тоже хороший сайт. Хорошие цены. И вот на первое время вообще хорошо, потому что детки, ну, слишком быстро растут. А там такие нормальные, в принципе, цены. Потому что в городе у нас детский мир. Ну, такие самые магазины детскими товарами. Цены просто нереальные. Ну, они просто не сложат цены. Поэтому и качество, я вам скажу, вообще не фонтан. Поэтому я вообще люблю Америку. И Next. Но Next. Но Next. Соня вообще ничего не заказывала. Может, на зиму там какие-нибудь штанишки утепленные, что-нибудь такое буду заказывать. А Carters, это да, это моя любовь, конечно. Вот. Вот так вот поймала, да? Ну, вроде же, не надо, наверное, Соня. Вот такие слюни. Спустилю пеленочку на диван. Слюни не пускала. Зеркала я мою такой вот тряпочкой фрекинбок у меня. Микрофибра. Для зеркал такой полувлажный. То есть она должна быть не мокрая и не сухая. И тогда я прям... Зеркала просто без срез, без ничего. А еще очень классно, если нет такой тряпочки вообще... Раньше я так только и мыла. Бумажное полотенце. Мочила в воде. Бумажным полотенцем именно мыло. Зеркало мыло. А потом начисто другим сухим бумажным полотенцем я протирала. Идеально вообще. Ни разводов, ничего. Также я мою всегда окна. Кстати, надо будет уже окна помыть, пока не холодно. Ну, все, в принципе. Вот. Соня вон играется на диване. Говорит. А я уже протерла. Это большое зеркало у нас в коридоре. Это огромное. Видите? Оно очень большое. И в детское. Сейчас быстренько протру. И все. И у нас чистота и порядок. Обычные вот эти вот фрекенбоковские тряпочки. Я вообще, если честно, всей своей душой люблю фрекенбок. Прям очень люблю. Это вот зеленая тряпочка. Потому что я вам показываю микрофибры. Именно зеленого цвета. Какая-то она двойная или как-то она называется. Я не помню. Вот. Она вот очень хорошая. Мышка? Пока Димы нет, так надо все прошерстить. Она еще такая засранка. Да, у нас Мишель? Она любит Димкины игрушки, машинки. Все это погрызть, пока Димы нету. Он потом приходит расстраиваться. Все, пошла к Соньке. Все, закончила уборку. У тебя можно? У меня нет. Мы вышли погулять немножко. Огонь? Ну, Димка отбивает палкой самолет. Готов? Нет! Ты молодец, а ты милая. Давай еще разочек. Мальчики наши играют. Я Соньку ношу на ручках. Она у нас немножко подремала. Скоро будем домой собираться. Да, Сонь? Удочку было видно? Ну, покажи. Вот такая удочка, да? Мы уже дома. Мы уже с Сонькой накупали. Будем с вами прощаться. Привет, мальчики. Хорошо, мальчик. А девочки? Девочки плохие. Почему девочки плохие? С девочками надо дружить. А девочки не было. Если все у меня могут. Вот так вот мы с девочками не дружим. Закончился день сегодня. Ничего толком не делала. Но что-то я прям подустала. Сонька наша уже сидит. Не хочет лежать, хочет сидеть. Да, София? Я не знаю, может, не какие-то бури. Ну, чего-то сил вообще нет. Мальчик, есть сила? У мальчиков? У мальчиков есть сила. Димка играет в рыбалку. Мы так хорошо нагулялись. Будем ложиться отдыхать. Да, София? Будем с вами прощаться. Всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok